Всем привет! Сегодня я хочу представить вам одну из последних книг, которая у меня появилась. Это книга Таты Червоны «Новогодняя рождественская выпечка». Эта книга появилась в моей библиотеке совершенно не случайно, потому что с Танечкой мы знакомы еще по живому журналу. И я была частой гостью у нее в журнале, как и она у многих из нас. И, наверное, не оспорим тот факт, что за тот период, когда мы только начинали свои шаги в ЖЖ, Таня уже выработала свой стиль в фотографиях, в рецептах. И могу с уверенностью сказать, что уже на тот период ее фотографии были вполне определенно узнаваемы. Я очень рада, что и Таня, и другие блогеры, девочки, прикладывают массу усилий и в итоге рождаются такие замечательные книги. Эта книга целиком и полностью посвящена зимней выпечке, которая, наверное, актуальна не только в праздничные дни, но и всю зиму к чашке крепкого кофе, к сладкому какао, к молоку, к чаю, к хорошей компании, к бокалу вина. В общем-то, совершенно универсальные рецепты. По разделам. Здесь есть раздел, посвященный печенью, раздел, посвященный сдобе и кексам, а также пирогам, тортам, праздничной выпечке разных стран и детским любимым рецептам. Совершенно очевидно для меня, что эта книга выбивается на полке из множества тех рождественских книг и новогодних, которые у меня есть. Прежде всего, конечно, своим оформлением. Если вы любите такие вот дарк-фото, они определенно имеют свой шарм, то эта книга вам обязательно понравится. Здесь очень много интересных рецептов напитков, согревающих для зимних вечеров, алкогольных и не только, которые определенно понравятся вам и вашим друзьям в хорошей компании. В общем-то, пробовать такие напитки всегда приятнее. Покажу главу вот о печенье. Рецепты достаточно просты для приготовления. Ничего суперсложного здесь нет. Вкусные, сладкие, с множеством всяких добавок, с выдумкой, с орехами, с шоколадом. В общем, на любой вкус. Я думаю, что некоторые из этих печенек можно будет приготовить и с ребенком. И, в общем-то, с удовольствием либо на елку повесить, либо продегустировать под какой-нибудь хороший зимний рождественский фильм, либо в компании хорошей книги. Вот такие вот зимние пироги. Яблочный пирог, цитрусовые, разные-разные рецепты. Но что меня тронуло в этой книге? В общем-то, книг с рецептами на самом деле на данный момент масса, и все они предлагают нам всякие вкусные изыски. Но эта книга, она каждый рецепт сопровождается такой вот маленькой мини-историей о городе В, с его такими милыми жителями, цветочницей, аптекарем, кондитером, булочником, сапожником. И, вы знаете, читая вот эти маленькие истории, окунаешься в какой-то отдельный мир. И мне кажется, если бы Таня выпустила книгу, которая была бы вот такая рождественская, настроенческая, отдельно, я бы с удовольствием ее купила. Просто для того, чтобы наслаждаться зимним вечером такой вот выдуманной или отчасти выдуманной милой историей о интересном городе, душевном городе, где улочки, где дети с коньками через плечо, где катки, где снег, где улочки, запорошенные снегом, крыши домов, где топят камин, наряжают, украшают елки, украшают свои дома. В общем, наверное, для меня в этой книге более ценные не рецепты, а именно вот эти вот маленькие такие мини-сказки, мини-истории, мини-душевно-теплые слова, которые создают определенную атмосферу. И я скажу честно, я прочла эту книгу однажды утром, укутавшись в теплое одеяло и отвела ребенка в сад и посвятила несколько часов себе. И это действительно заряжает энергией, вот хочется что-то делать, хочется встать забрать ребенка из сада и сделать какую-то поделку, сделать какие-то украшения. В общем, это придает какую-то определенную атмосферу. Если вы любите такие истории, эта книга вам определенно придется по душе. Поэтому спасибо, Танюша, за такой труд. Я каждый раз, беря в руки любую кулинарную книгу, прежде всего думаю о том, сколько труда вложено в ее создание. И фотографии, и рецепты, и какие-то предисловия. В общем, я думаю, что это не последняя Танина книга, и определенно это удачное начало. Поэтому всех с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством, всего вам доброго, всего вам хорошего в Новом году. Я от всей души вам желаю вот такого же хорошего, теплого и душевного настроения, такой же хорошей компании, и такого же тепла в сердце и душе. На этом прощаюсь. Всем спасибо за внимание и пока! Пока!